привет всем друзья добро пожаловать на канал hexter стрим и сегодняшняя тема гайда это обзор на бойца до санис рафаэль до санис отличный боец отличный универсал но прежде чем мы начнем я хочу всем напомнить что московский киберспорт премьер лига проводит отличные турниры с призовым фондом в пятнадцать тысяч рублей по и все четыре где вы можете набраться опыта встретиться с очень опытными и сильными соперниками можете выиграть призы и просто стать частью нашей тусовки вот мы потихоньку начинаем наш гайд и как обычно мы начинаем характеристик давайте посмотрим итак рафаэль до санис или до санчес как его называют давайте посмотрим на его перки ломовая лошадь в грэплинге в партере расходуется меньше выносливости сил природы входящий урон менее эффективен в ситуации когда у вас здоровье больше чем у соперника но поверьте мне такие ситуации будут возникать не часто животный инстинкт при наступлении или перемещении в стороны скорость передвижения возрастает то есть ну это то есть у ворота сайт степа более эффективно по сути мастер-класс по борьбе усиливать защиту бойца в грэплинге каждый раз когда он оказывается в партере в позиции наверху ну в общем то понятно что изворотливость в стойке и умение в партере за дусаниса это очень важная вещь давайте смотреть дальше стойка 4 звезды а сила удара кой скорость удара кулаком 92 сила удара кулаком довольно слабый 89 неплохая точность нормальные блоки 92 90 движение головой 94 это означает что можно довольно эффективно контратаковать соперников эффективно уходить от ударов работа ног то есть передвижение по октагону 90 обратная стойка самая минимальная он левша но поверьте мне я вам но как бы докажу и кому угодно докажу что практически не влияет этот параметр на вашу мощь или еще на что-либо я всегда играю вправшие на дусанис блокирование тейкдауна здесь средненький показатель 90 сила удара ногой 91 это уже что-то и скоростью дарон ногой 95 но в теории за дусаниса можно можно бить ногами то есть неплохие ноги у него вот ну вполне себе такая нормальная стойка с которой можно против любого соперника подраться пойдем дальше здесь нужно сказать что грэплинг четыре с половиной звезды является сильной стороной рафаэля тогда у на 91 контроль сверху контроль снизу 93 92 болячки 92 защита от болячка 94 ударов партере 91 удары из клинче 93 и контроль в клинче 92 в общем нельзя сказать что какие-то тут выдающиеся прямо у него параметры но это прямо крепкий топ это крепкий топ в грэплинге тут даже говорить не о чем и просмотрев параметров стойки параметров грэплинге мы понимаем что перед нами просто супер универсал поедем дальше 94 94 это кардио 94 это челюсть это очень неожиданная штука досанец никогда не отличался прям супер крепкой челюстью корпус 90 самая слабая его черта ноги 93 и восстановление 95 ребят но как бы тут все очевидно самое слабое это корпус и очевидно еще одна вещь но кто-то из разрабов просто фанатеет по досанецу потому что такие конские показатели ему нарисовали в этой части что даже даже это как-то неприлично так давайте дальше традиционно удушение 5 звезд то лучше приема удар по ноге то есть хорошие лукики у него и удар в голень да то есть у него неплохие лукики неплохая стойка неплохая борьба весь он такой универсал с хорошим здоровьем вот рич не самый далеко не самый высокий вот давайте теперь посмотрим на приемы приятный приятный перс рафаэль дусанис так поехали так удару кулаками видим стандартные две три звезды ничего особо тут у нас не выделяется даже не буду останавливаться на каждом ударе выдающихся ударов скажем так нет так удары ногами а тут уже интересней смотрите удар в голень 4 звезды так и возможно это да вот и удар по ноге 4 звезды лукики ребят заду сани со можно бить лукики далее клинч тут параметр сам ударов из клинча довольно неплохой там больше 90 здесь ничего выдающегося икдауна три звезды вот все все три звезды то есть вообще полный баланс неплохо он делает так давно партер в гнп 2 3 звезды все стандартно вот переворот разворот поверьте все у него есть далее смотрите традиционную дужки 5 звезд это в болевых приемах неплохие рычаги неплохие гильотины зажима ноги зажима плеча и удушение ногой то есть у него богатый арсенал болевых приемов и можно сказать что это сильная его страна и можно спокойно этим пользоваться и вот тут довольно приятные плюшки 3 звезды и боксерский комбо это минимальный уровень прямо хорошего боксера можно боксировать муай тай 3 звезды и кикбокс 2 звезды это означает это означает что у него просто огромное количество комбинаций более половины из которых конечно бесполезные но есть из чего выбрать поэтому обязательно это сделайте итак а теперь мы потихоньку перейдем к рассмотрению боев в ранговых чемпионатах за дусаниса смотря против кого конечно мы будем играть здесь я буду играть как полный универсал я буду обязательно буду бороться буду что-то пробовать делать в стойке буду пробовать делать болевые приемы потому что досанис просто создан чтобы этим заниматься вот и мы потихоньку переходим первому поединку и сразу же сразу же с ходу на ториус на гейдж на гейдж на ториус это что означает это означает что лукики бить опасного гейджи очень крепкие ноги и он сам бьет как паровоз по ногам вот но мы будем пробовать по силе по силе удара гейджи тоже превосходит сильно так есть через фейк зашли в общем стойке против против колли на гейджи будет трудно на досанисе проведем первый раунд на ногах дальше посмотрим что будет получаться так отлично одно и то же мы сделали но он был точнее так я почему-то от гейджи жду все время лоу киков а он бьет хайки кида мне нравится мне нравится этот план то есть когда видишь гейджи напротив себя ждешь всегда лоу кики а тут бац и хайф будут прилетать периодически посмотрим много-много фейков много раздергиваний пока я больше попадаю по ногам вот он тоже третьим ударом запомнили опять он попадает хайки ком опять он попадает хайки ком я думал сейчас промажут так мы побывали в гроге голова как бы крепкая в дусаниса по параметрам пока у меня почти полное здоровье головы ничего страшного но блин уже неприятно 3 хайки к получается пропустил ждем лоу кика сейчас а я он чекнул да что ж такое я рано блок отпустил смотрите как он мне уже ногу подбил просто я говорю мощь ударов по ногам у гейджи это конечно его фишка так ничего не получается в стойке но пока фатального ничего не произошло валить в партер уже как-то поздно по моему переса следующего раунда но обязательно обязательно нужно будет бороться есть чек отлично есть пару атак в голову есть апперкот хороший хороший отрезок так главное сейчас не пропускать кайки немножко он поразил меня конечно таким количеством хайки ков у хорошего кик он делает то же самое да отлично видите то есть по количеству хайки ков я ему тоже довольно прилично нанес их но поверьте моя нога разбита сильнее ух отлично провалил очередной хорошего кик голова уже у меня подбита но с другой стороны я тоже ему несколько раз попал не получается фейк и натяжки он пробивает мне ногу но ничего страшного так окей первый раунд проигран 10 9 100 процентов хороший концов ну да тут конечно много много я запустил голову так давайте что-то в борьбе надо что-то нужно придумывать в борьбе стамины почти полный это здорово интересно он на гейджах хоть немножко устал пьет он мне ногу гроба уже было это значит что мой урон уже процент на 16 на 18 упал поэтому можно особо не бояться иногда он сильно не усугубит ситуацию еще одна гроба в ногу а я ей а я ей так голова мне мигает я так и не понял был ли это офигеть какие же плюшки в гейджи конечно по скорости он проигрывает но плюшки хорошие не понял я была ли гроба в голову так нужно что то думать с переводом так сменил я стойку пришлось так не получается перевести а он меня кидает отлично окей хотя бы таким образом мы оказываемся партере так есть боковое удержание что тут есть полугард бьет г.п. есть переворот отлично ну чё удушка выждем а удушку кинем да есть дает дает удушку ну погнали и ее и ее как плохо он выходит очень плохо выходит очень предсказуемо давай-давай-давай-давай не получилось в стойке ребят пробуйте пробуйте в партере нужно нужно прощупывать сопов так следующий поединок друппи эйс друппи почти 2 600 pts так но тут тут довольно все жестко тоже паре и вы ребята все знаете как друппи в принципе играет а а тут еще и паре так отличное начало несколько удачных действий гляньте гляньте прямо ударов 7 ему зарядил сразу перевожу его в партер не дает в распятие бьет гп не дает но так но тут он может только в принципе вправо уйти справа пойдет все блочит молодец молодец андрей окей справа побьем не со свежим со свежим парье драться надо санисе и когда на паре играет друппи увольте ребят так попробуем топ-маунт отлично получилось нужно по максимуму провести в партере потому что ну трудно трудно надо санисе против паре стойки особенно пока паре свежий блочит вообще великолепно просто готовом партера не дает никуда мне дернется смотрите все блочит молодец андрей удушка посмотрим что к чему так очень медленно теперь быстро менять темп хорошо выходит так пока ничего не понятно приличное количество сил я потратил в этом раунде есть топ-маунт несколько удачных ударов у есть блокировка побьем несуществующий фейк ну да лежим до конца раунда попробуем по крайней мере хорошо несколько ударов так ну в общем первый раунд наверное я забираю я там еще в стойким под накинул так есть переворот главное сейчас заблочить заблочить и не заблочил сейчас получу несколько ударов он хорошо бьет грандом паунд непредсказуемо тут я заблочил и еще раз заблочил отлично это минус стамин так ну первый раунд я буду считать за собой потому что я законтролил его почти на весь раунд что будет дальше отбили кулаки погнали нужно нужно думать о переводах иначе смотрите что он будет делать уголкики наверно не в тему вставлять зажимает меня у сетки есть колено в голову так гильотина неужели даст попробовать отлично но попробуем что он будет делать полу круги ага завис внизу гляньте как надолго завис внизу так окей перешли давайте попробуем подергивать подергать его кимурой на нулевую стамину мне не ведется не ведется на фейке не повелся молодец есть закрытый гард станет есть блокировка а я я и второй раз не заблочил это очень опасно был с его стороны мог бы на рычаг попасть так поднимает осанку побьет меня сейчас о есть переворот треугольник ну-ка давайте попробуем так 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 внизу будет зависать пока по кругу и вот она слушайте похоже привычка похоже это на привычку внизу вот-вот видите опять внизу зависает так ну неплохо из треугольника я ему закрываю больше половины смотрите смотрите как опасно почти три четверти я закрыл и кажется начинаю привыкать и муру не дает обратный треугольник не дает окей за спину так удушка ну давайте давайте привыкать зависает смотрите как надолго зависает внизу офигеть но блин должен я уже привыкнуть вообще-то к этому он круто он очень круто выходит но вот это его губит он зависает внизу никогда не повторяйте одно и то же блин хорошая попытка но и вряд ли закроем если только он зависнет еще раз внизу надолго офигеть почти закрыл окей он оказывается в боковом этот раунд должен уйти мне тоже в копилку потому что довольно опасные попытки болевых были есть блокировка теперь он меня душит но тут он ничего не сделает сразу отменяет будет подниматься и я не сблокировался точнее не заблокировался я тоже ал конечно офигеть сколько он не надолбил пол головы снёс ну по стати раунд будет за ним но по факту я был опаснее в этом раунде не знаю я просценил свою пользу наверное этот раунд хотя эта игра непредсказуема по стати он точно больше набил так но продолжаем действовать таким же образом делаем ставку на грэплинг видите здоровье у нас одинаково почти стопроцентное здоровье так отталкивать к сетке нельзя застаиваться у сетки так есть а нет 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 не дает он себя перевести но не хочется мне вот в таких руках участвовать так хороший перкот я вставил на пол головы потратил отлично на ходу я сделал это поэтому не был так опасно ой опасно просто просто он бьет просто бьет всем что есть попробуем перевести нет не получается обидно отбиваемся как можем рубка вообще не нужна нам нерда не дает себя перевести проблемы проблемы в этом раунде максимально просто отстреливаемся от него и защищаемся хорошо хорошо пока получается почти все блочит не дает себя перевести но хотя бы я сбиваю ритм хотя бы даже тем что я угрожаю вот этим попытками я уже здорово ему мешаю так два кросса подряд зашли два удара в корпус у него зашли корпус вообще полный ломай ломай ритм по полной не даю ему поймать его неплохо получается блоки выставлять отлично воткнул кросс с ворота они и он меня переводит окей окно всплыл наверно он ожидает пойдем в полугард через верх этот раунд наверное за ним есть закрытый гард тут я уже наугад тыкаю потому что у него ну просто максимальный гп он в любом случае встанет мало ли повезет так отлично еще переворот получится у меня до перевернули попытка кимура даст встать побить себя как думаете поднимем сейчас у кимура получается подняться но несколько ударов накинем ему окей но этот раунд за ним я признаю это там и второй спорный в общем я уверен только в первом второй спорной 3 точно он забрал я думаю там на агрессии он мне хорошо накидал плюс перевод в партер так четвертый раунд у как прямо отлично пока пока получается уходить от его ударов но он конечно как сумасшедший просто долбит блин вот не хватает мощи урда не хватает мощи роз с апперкотом я два раза подряд почти ему пробил могла бы и гроба вылезти отлично есть перевод в партер через верх полугард он переходит кимура фейк и закрытый гард прозевал и бьет г.п. я сбиваю это г.п. возня возня в партер в нагло переходим в полугард делает фейк треугольник опять закрытом гардия ищем ищем варианты так пока печально перевернул он меня наугад теперь лежим обтекаем этот раунд утекает просто из рук это был фейк а и не заблочил перен в полугардия есть блокировка переворот ну да есть переворот боимся кимура да это был фейк кимура не дает боимся кимура полный г.п. у него ну блин это был фейк и в наглую он конечно же переходит в удержание на боку потому что меня стамины не было бьет меня тут будет страшно если он выпрямит осанку и он это блин делает и переворачивает меня в боковой контроль ну и ладно есть полугард этот раунд я слил много-много урона но голова у меня почти целая голова почти целая и еще и душительные пытается но это бесполезно это бесполезно легко мы отсюда выберем да легко выберемся и в закрытый гард еще попадем что отлично так тут просто поблочить выпрямление осанки а даже вот так вот ну давайте перевернем его что ли но тут ничего наверное да ничего делать не стоит так что мы имеем я точно проиграл два раунда прям сто процентов вот посмотрите первый я выиграл 2 до 2 проиграл судя по стати хотя там были опасные там были опасны попытки болевых не знаю как судьи их рассмотрят но короче 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 я точно проиграл два и точно выиграл один то есть сейчас либо 31 в пользу друге либо 22 ничья так это ожидаемо как-то надо этот раунд выиграть выживаем выживаем стараемся не размениваться хороший хук так неожиданный тейк не получилось сожалению не получилось он меня сам валит отлично от кик на месте и удачная так что будет делать мне будушку отсюда накинуть хотя бы попытаться я в принципе привык уже его выходу так заблочил а это несуществующий фейк заблочил вроде еще один ну-ка давай кудушку закинем ему у полосочка широкая давайте это будет хорошая попытка гляньте как он завис снова так называется нефиг делать несуществующие фейки как хорошо идет смотрите внизу зависнет да зависает зависает внизу это ошибка я же ожидаю это и да все трупы закрыт трупы закрыт ребят спасибо спасибо ребят всем кто смотрел этот выпуск этот видео материал вот подписывайтесь на канал подписывайтесь на уведомления обязательно ставьте лайк и участвуйте в турнирах московского киберспорта rda это очень интересный перс и очень универсальный видите 22 поединка и в обоих очень трудно было что-то сделать в стойке и получилось найти выход в партере вот всем спасибо всем пока смотрите новые обзоры новые гайды всем счастливо